Продолжаем. Новым уполномоченным по правам ребенка в России стала Анна Кузнецова. Указ о назначении ее на пост подписал сегодня Владимир Путин. Ранее президент провел с ней встречу. Кузнецова, основатель благотворительного фонда Покров. Кроме того, она возглавляет исполком общероссийского народного фронта в Пензе. Анна Кузнецова сменила на посту детского омбудсмена Павла Астахова. Сегодня указ об его отставке опубликовала пресс-служба Кремля. В документе отмечается, что Астахов оставил должность по собственному желанию. При этом слухи об увольнении омбудсмена появились уже давно. Все из-за его скандального высказывания после трагедии в детском лагере на Сиамозере. Астахов навестил выживших детей в больнице и спросил у них, как поплавали. Слова омбудсмена вызвали резкую критику. Все эти начали собирать подписи за его отставку. Сам Астахов уже прокомментировал назначение нового уполномоченного. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще. В Кремле подчеркивают, что новый омбудсмен не должен повторять ошибок прежнего полномоченного, то есть Павла Астахова. Анна Казнецова давно возглавляет Пензенский фонд поддержки семьи и материнства. И сама воспитывает шестерых детей. Кузнецовой 34 года. Фонд по поддержке семьи, материнства и детства Покров в Пензе она создала 5 лет назад. А в прошлом году под ее руководством появилась целая ассоциация организаций в защиту семьи. О Кузнецовой говорят, как об очень умной и грамотной женщине. Анна мать шестерых детей, поэтому на собственном опыте знает, как решать проблемы воспитания и как правильно общаться с малышами. Мы сами видели, как было нелегко нашим мамам, нашим родителям. Мы вместе с ним переживали трудности. Я как раз за то, чтобы дети не рождались в пуховых перинах, чтобы они вместе с нами учились, как преодолевать трудности. Вот семья там у нас тесная, потом мы стараемся расширить там свою жилплощадь, мы стараемся сделать то, мы беспокоимся. И они видят и учатся у нас, у родителей, как эту проблему преодолевать. Новый детский омбудсмен руководит исполкомом Пензенского отделения Народного фронта. Так что у нее хорошие контакты с правозащитниками, и с общественной палатой, и с администрацией Кремля. Весной этого года Кузнецова попала в предвыборный список партии «Единая Россия» на думских выборах. И даже участвовала в съезде. При этом сидела по правую руку от президента Владимира Путина. Фонд Кузнецовой – один из операторов президентских грантов. Нам удалось дойти до президента, вот наша ассоциация, организация по защите семьи. Мы тот ребенок, который раньше научился говорить, чем ходить. Мы до успеха, благодаря Александру Девичу Бричалу, общественной палате, нам удалось озвучить президенту свои предложения по поддержке просемейных НКО. И они реализуются. Сейчас мы исполняем поручения президента по итогам этой встречи. Работаем совместно с Минтрудом. И в ближайшее время будет запущен проект «Ресурсный центр для просемейных НКО». Известно, что на пост уполномоченного по правам ребенка рассматривали также исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. И учредителя фонда «Подари жизнь» актрису Чулпан Хаматову. Но у Глинки есть американское гражданство, что противоречит закону о госслужбе. А Хаматова не была готова уйти из театра. Ирина Дзабаева, Александра Островская, Life.